Как-то сказали, я не могу не процитировать. Сегодня в театре руководят следующие люди. Игривые геи, одинокие, злые, богемные женщины, запойные диссиденты и невзрослевшие интеллектуалы. Вроде по-вашему так? Да, геев уменьшается немножко, так геев поменьше. В общем-то, и слава богу, надо действительно этот процесс модерировать. Причем так, спокойно модерировать. Они очень сильны, надо отдать должное. Это реальная существующая мафия. Здесь пусть меня считают сумасшедшим или там каверологом, но это так. Мафия института в культуре? Да, конечно. В эстраде, в культуре, на телевидении. Этого, к сожалению, очень много. И это плохо. Недавно влиятельная историчная газета написала, что вы являетесь автором термина «либераст». Мне кажется, что вы с Прилепиным должны быть единомышленниками, тогда, в отношении вот этой страты, как бы творческой? Вы знаете, я еще раз ничего не могу сказать, потому что все, что касается либерастов, да, это действительно... Ну, вы можете сказать, вы действительно автор этого термина? Они так говорят. Ну, что значит, Владимир, что значит, так говорят? Я приблил его в 2015 году. Если до этого так не говорили о нем, то я в одно слово определил этих людей. Поэтому... Понятный издумство. Вы можете сами посмотреть. Если было до 2015 года это слово, значит, это не я автор его. Если его не было, значит, я автор его. Ну, я, насколько понимаю, здесь вы тоже совпадаете с Баяковым или с Баяковым в оценке вот этой группы людей, которых так называют. Вы знаете, я вам честно скажу, что я никогда не разделяю ни с кем своих убеждений. То есть, сказали, везде либералы. Они вот сидят, отсиживаются. Они действительно никуда не уйдут? Они не планируют сдавать свои позиции? Сами нет. Сами нет. Что сделать, чтобы они ушли? Ну, репрессии. Репрессии. Нужны репрессии. Не опричненно, не расстрел в подвалах Лубянки тройками или как там это было. А просто сознательные такие репрессивные методы. И репрессивные, я имею в виду подавление. Да, вот просто. Но воля даже. Подавление в смысле возможности, ограничение. Да, 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 ограничение. То есть, это именно сверху. Нельзя это доверять там силовым структурам и так далее. Это должны быть законные, грамотные репрессии, которые являются аппаратом и инструментарием политики. Приветствую вас, друзья. Сегодня я беседую с человеком, который в нашей богеме как новая звезда. Сверхзвезда, сверхновая звезда. Это Владимир Кехман, директор МХАТ имени Горького. 27 октября, правильно? Правильно. Я понимаю, вас назначили, и вы взорвали весь наш богемный мирок. Сразу пошли. Увольнения, заявления. Так и было задумано? Ну, в связи с тем, что назначение было неожиданное, поэтому плана не было как такового. То есть, оно и для вас было неожиданное? Ну, конечно. Не только для нас? Так. Поэтому план у меня не было никакого. То есть, когда я Эдуарда видел два раза в жизни, Захар даже не был знаком, поэтому, когда мы знакомились, Захар – это Прилепин, Эдуард – это Баяков. Совершенно правильно, да. Мы поговорили, обсудили, как я и когда приеду в театр. И все, собственно. И дальше я съездил в Минкульт, попросил какие-то документы, чтобы у меня были. В связи с тем, что это в третий раз происходит у меня, когда я принимаю новый театр, у меня есть определенный набор действий, которые я совершаю. Главная из них – это финансовая дисциплина, которая позволяет мне сразу понять, в каком состоянии находится театр. И когда я получил СМС от главного бухгалтера, что у них на счетах 2 миллиона рублей, и платите мне, чем зарплату, конечно, меня это удивило. И мы встретились еще раз, 28-го уже с Эдуардом, уже непосредственно в театре, и с исполняющим обязанностей генерального директора Михайловым Олегом, которые попытались мне рассказать, где деньги, но не смогли этого сделать. Поэтому в этот день как раз мне пришлось уволить сразу Михайлова, а дальше мы расстались уже с Эдуардом. Потому что работать в той ситуации, в которой я увидел, что происходит с финансовой дисциплиной, с этими людьми, не представляло никакого смысла. Эдуард снес сам себя. Потому что то, что происходило, так я понимаю, на протяжении последних, как минимум последнего года, то, что вот я вижу, это, наверное, трудно себе представить, что в центре Москвы это вообще, в принципе, возможно. Поэтому мне кажется... А что такого невозможного? Скажите мне, Владимир. То, что на сегодняшний день в театре был такой очень серьезный конфликт между теми людьми, которые работали с Эдуардом и теми людьми, которые работали с Дорониной. На первом собрании, например, такая есть Лидия Матасова, знаменитая актриса, по-моему, народная артистка она. Могу ошибаться, да. Ее заставляли, например, она сама преподает речь, сама. Я не помню, в каком из учебных заведений. А ее заставляли ежедневно приходить и брать уроки речи. Ну, то есть это был такой слив? Вы меняете, это было попирание всех мыслимых и немыслимых театральных традиций. Или, например, ко мне подходили режиссеры и говорили, что он заставлял их просто менять тексты в своих же спектаклях. Он заставлял, менял мизансцены в спектаклях Дорониной, приживой Дорониной. Это такие вещи, которые делать, наверное, все-таки нельзя. Главная история, которая и противоречие, которая на сегодняшний день существовала и в коллективе, и вообще в позиционировании театра, это то, что те режиссеры и та эстетика, которая соответствовала Эдуард, она очень не соответствует МХАТу, мне кажется, в принципе своем. И когда первый разговор, он все время говорил МХАТ, МАТХАТ, я ему спросил, Эдуард, я же вообще его не могу воспринимать серьезно, как режиссера. Он для меня вообще в этом плане никто. Он продюсер, да, ну, успешно, неуспешно, это не имеет никого, но он никакой не режиссер. А оказалось, что он, оказывается, там уже режиссер. Я этого не знал просто. И мы когда с ним разговариваем, все время МХАТ, МХАТ, МХАТ. Я говорю, ты объясни мне, ты какое имеешь отношение к МХАТу? Где ты и где МХАТ? Ответа не смог он дать мне на этот вопрос. Поэтому это мое такое чисто субъективное мнение. Все-таки огромная сцена, огромный зал. И подразумевается то, что все-таки это театр большой формы. Опять, видите, мы в музыкальном театре вообще в принципе своем как бы свысока на всех смотрим. Ну, в принципе своем, да. И поэтому, когда ко мне сейчас приходят художники, или там оказалось, например, в спектакле «Есеник», который мы сейчас выпускать будем и 3-4 декабря. Я думаю, что это будет хороший спектакль, но я случайно узнал, что художник по костюмам этого спектакля, некая Ирена, не помню фамилию ее, это был художник, которого, ну, фактически, я исключил из премьеры Аиды. То есть она так рисовала плохо, что я смотрел, смотрел, ждал, ждал. Потом в очередной раз я пришла сдавать костюмы и говорю, так, все, больше не хочу, до свидания. А она сейчас здесь, художник, значит, вот в «Есенине», и тоже, который она был, вот как я понял, навязанной или не навязанной, ну, какая-то такая история тоже. Например, режиссер спектакля «Есеник» Галина Полищук на первой встрече со мной просто молчала. Рядом сидит Баякова. Потом уже она мне рассказала, что он сказал, что вообще она ничего не говорила мне. Я думаю, я ее спрашиваю, а вы кто тогда? Вы почему молчите? Говорит, я режиссер. Он постоянно попытался ее что-то там поправлять. Я говорю, подожди, ты молчись, иди, расскажите мне о чем спектакль, история спектакля. Когда вот надо было принимать решение, оставлять его или нет, ну, потому что просто нет денег. А Галина Полищук интересная такая девушка, она была выгнана фактически из Латвии, и она работает сейчас в России. Мне ее все отрекомендовали. Очень хороший драматор. Выгнана за что? За свою пророссийскую позицию. А, то есть в политике? Да, она хорошая такая. Мне она очень нравится. Сейчас она раскрылась, живая, там же их не давали, ну, там огромное количество не давали репетиции делать ей, потому что там в спектакле заняты были артисты. Много приглашенных артистов. Сейчас вот надо решать вопрос, как из съемочного процесса, который идет у Екатерины Волковой, ее забрать, чтобы они отдали нам ее на первое-второе, на вот эти два дня, первое-второе декабря, потому что третье-четвертое премьеры, первое-второе, ну, заключительная репетиция будет, а у нее занято это время. Целая история. Для нас, для нас... Когда вы говорите для нас, кого вы имеете в виду? Я имею в виду для нас, людей музыкального театра, это вообще просто беспрецедентный случай. Например, не было такого понятия, как режиссерское управление в театре МХАТ, не было такого понятия, как расписание на месяц вперед. У них на день вперед не было расписания у артистов. Они не знали, на следующий день будут они как-то заняты или не будут. Ну, я вот рассказываю на такие подробности, которые, поверить в это невозможно. Просто невозможно. Что это сегодня, в 21 веке, великий, ну, его по-другому не назвать, не буду, ладно, великий менеджер, сейчас его называют там разные люди, которые защищают его, что он продюсер, менеджер, в принципе мог довести академический огромный театр в эту точку, в которой мы сейчас находимся. В телеграм-каналах пишут, что, ну, цитирую буквально, что Кехман смог убрать Бойкову, потому что тот абьюзер. Это правда? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что у меня, для меня это вообще не имеет никакого значения. Что для вас тогда имеет значение, скажите? Для меня имеет значение... Только деньги? Нет, только зритель. Так. Для меня имеет значение только зритель. То есть, мои взаимоотношения в театрах, они основаны только в создании собственного зрителя. То есть, у меня с одной стороны зритель, с другой стороны собственная коллекция театра, которая отражает лицо, там, Михайловского театра или, там, Новосибирского театра. Дело в том, что при Татьяне Васильевне Дорониной в 2015 году было 345 тысяч зрителей. Сегодня, в 2019 году, это год хороший был, допандемийный год, это было 225 или, может быть, 240, я путаю. Но это, в принципе, одно и то же. Это очень мало. Очень мало. Для МХАТа, который обрагает залом в 1350 мест. Вот. Это очень мало. Дальше, все, что касается субсидии, которая была... У Татьяны Васильевны была субсидия, не поверите никогда. 160 тысяч, 160 миллионов рублей. А зарабатывал театр в этот момент 145. То есть, с точки зрения эффективности ее, как руководителя, это феноменальная эффективность. Просто феноменальная. Сегодня у нас, пока вот я пришел с минусом, 168 миллионов рублей. Уж я молчу, что там происходит, как продавались билеты в этом театре. У нас нет собственной системы. У нас в ужасном состоянии находится... И сайт. Ужасном состоянии находится сайт, который не продает, а просто информационный. Говорят, что чуть ли не сам Путин функционировал ваше назначение. Вы считаете, что это преувеличение? Меня назначила министр культуры российской федерации Ольга Борисовна Любимова. ГОИТА! Субтитры создавал DimaTorzok